До конца июня подрядчик планирует завершить ремонт на улице Елизарова. Ее обновляют от улицы Победы до проспекта Металлургов. Сейчас там ведутся комплексные работы на средства дорожного нацпроекта. На данном участке идет укладка как верхнего слоя, так и выравнивающего. Потому что дорога была в ненадлежащем состоянии. Есть участки, которые требуют более сильного ремонта, нежели просто укладка верхнего слоя. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и дополнительно будет выполнен ряд работ по замене бордюров, пешеходного ограждения, ремонту смотровых колодцев, замену дорожных плит, монтажом антивандальных и антишумовых люков и их выставлением на проектную высоту. А также предусмотрено устройство дополнительных парковочных мест возле детского сада номер 455 и другие виды работ. В общей сложности у нас здесь предусмотрен ремонт проезжей части, порядка 9 тысяч квадратных метров. Установка дорожного борта где-то в районе 1500 погонных метров, а также ремонт покрытия на тротуарах – это где-то 2000 примерно квадратных метров. Работы ведутся возле социально значимых объектов – школы, детского сада, поликлиники, рынка и спортивных учреждений. Помимо этого на улице Елизарова располагается военкомат, учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, отдел гражданской защиты администрации Кировского района. За ходом обновления улицы Елизарова наблюдают общественники. Здесь больше ездят люди, те, кто работает на заводе. Прогресс – авиационный завод, гидроавтоматика. Ремонт она была ужасной, ездить было невозможно. Очень трудно, все автолюбители расстраивались, мягко говоря, считая эти ямы. Надеемся, что дорога будет прочная, долговечная. Из-за того, что улица насыщена объектами социальной инфраструктуры и дорожный трафик интенсивный, специалисты выполняют свои работы в ночное время. В дневное время организованы подготовительные работы. По такому же принципу в рамках профильного нацпроекта организованы работы на другом дорожном объекте в Кировском районе. Нормативное состояние приводит улица Алматинскую от улицы Олимпийской до дома 106 по улице Республиканской. Работники приступили к фрезерованию изношенного покрытия проезжей части. Сейчас задействовано где-то 8 единиц самосвалы, фреза, КДМ-ка, щетка, трактор с ковшом. Довольно-таки большой объем работ предстоит по фрезерованию, учитывая то, что существующие продольные поперечные уклоны на проезжей части по улице Алматинской серьезно нарушены. Водоотвод не обесвечен, происходят большие застои воды на разных участках проезжей части. Поэтому работа по фрезерованию в первую очередь предстоит выполнить восстановление продольных поперечных профилей проезжей части. Ровность покрытия достигается при фрезеровании. К выходным подрядная организация планирует справиться с удалением старого слоя автодороги и начать обновление люков смотровых колодцев, крышки которых будут антивандальными и антишумовыми. Люки будут подняты на проектную высоту, после чего специалисты займутся устройством верхнего слоя покрытия автодороги. В дальнейшем будут обустроены подходы к пешеходным переходам на всем участке ремонта. Подрядчик специально установит заниженный бортовой камень, что более удобно для всех пешеходов, в том числе маломобильных граждан. Кроме того, согласно муниципальному контракту, отремонтируют тротуар по отчетной стороне улицы Алматинской. Августина Охременко, Игорь Казановский, События.